Партнерство в действии. Широкий круг вопросов, касающихся привлечения вне бюджетного финансирования для реализации крупных инфраструктурных инициатив, обсудили на третьем форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. В этом году в Центре внимания форума, проходившего в Доме правительства Московской области, новые источники финансирования для подготовки реализации проектов в сфере дорожного строительства. В пленарных дискуссиях приняли участие федеральные и региональные представители органов исполнительной власти, ФАС, кредитные организации, инвесторы. Есть проекты, которые уже реализуются или реализованы, но объем таких проектов невысокий и его необходимо увеличивать. В процессе проекта дублера Челковского шоссе осталось найти либо частного партнера, либо какие-то внебюджетные инвестиции, которые помогут нам реализовать эти проекты и создать благоприятную жизнь для наших жителей. Привлечь инвесторов в крупные проекты поможет созданию в нашем районе так называемого «единого окна», где специалисты администрации разъяснят, на какую поддержку от государства может рассчитывать бизнес. Московская область на протяжении пяти лет показывает устойчивую, положительную динамику в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. На разных стадиях реализации находятся 39 проектов. Наиболее крупные и значимые – создание сетей связи нового поколения, сети гемодиализных центров. Уже работают системы фото-видео фиксации на дорогах, система безналичной оплаты проезда «Стрелка». Все это построено на средства инвесторов. Одна из главных задач государственно-частного партнерства – это улучшить нашу с вами жизнь. В первую очередь в социальной сфере и дорожном строительстве. Яркими примерами государственно-частного партнерства – это строительство онкоцентров в Подольске и Балашихе. Правительство области проанализирует то, насколько эффективно эти центры будут работать. И сегодня на третьем форуме говорилось о том, как упростить жизнь инвесторам, для того, чтобы они более активно включались в процесс. Один из главных приоритетов для Московской области – привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру, объекты здравоохранения, образования, туризма, теплоэнергетики. Ярким моментом форума стало подписание трех концессионных соглашений в части строительства котельных и тепловых сетей. Министерство инвестиций оказывает содействие муниципалитетам в поиске своих уникальных точек роста – проектов, которые позволяют повысить доходную часть бюджета, создать рабочие места и улучшить условия проживания жителей. Сейчас главы ведут активную проработку таких проектов. Мы им помогаем для того, чтобы выбрать максимально эффективные, в которые стоит вложить бюджетные средства, получить доход в виде дополнительных налогов и поддержать следующие проекты, то есть запустить такой револерный механизм по финансированию проектов развития точек роста по всей территории Московской области. Итог этого государственного частного партнерства – это все-таки качественные услуги, которые предоставляются населению. А качественные услуги у нас предоставляют операторы, которые привлекаются государством. Вот этих операторов пока очень мало. На форуме Министерство инвестиций предложило создать межрегиональный проектный офис по сотрудничеству и обмену опытом в рамках государственно-частного партнерства. Это будет новая прозрачная цифровая платформа, некая биржа проектов для чиновников, инвесторов и бизнеса. Все лучшее, что было создано за последние 15 лет. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Телерадиокомпания «Щелково».